Новейшую разработку российской оборонки, мобильный комплекс ЯРС, впервые продемонстрировали журналистам. Большинство его технических данных засекречены, но по заявлениям специалистов, ни одна система ПРО не может ему противостоять. Нашему корреспонденту Андрею Кузнецову всё же удалось узнать о некоторых характеристиках ядерной ракеты сдерживания. Вот он, подвижный ракетный комплекс ЯРС. Новейшая разработка поступила на вооружение несколько месяцев назад, но до этого засекреченную машину могли видеть только учёные и военные. Многие характеристики комплекса по-прежнему хранятся в строжайшей тайне. Не секрет, пожалуй, только то, что у ЯРС нет конкурентов в армиях других стран. Я думаю, что в ближайшие лет 5-10 ничего против этой ракеты, думаю, что не создадут. Ракета только улучшается, комплекс улучшается, вся механическая элементная база улучшается. Межконтинентальная баллистическая ракета, которой вооружена пусковая установка, способна поразить цель на расстоянии более 11 тысяч километров. При этом остановить такую ракету, уверены специалисты, не сможет ни одна система обороны. Основой для разработки послужил ракетный комплекс ТОП-ЛМ, но ЯРС всё же во многом превосходит его. В отличие от своего предшественника, знаменитого ракетного комплекса ТОП-ЛМ, новые установки не одна, а несколько боеголовок. Ещё одно важное отличие скрыто от посторонних глаз. Это новейшая электронная начинка. Комплексом ЯРС уже вооружили отдельный пол Тейковского ракетного соединения. Управлять новым ракетным комплексом учатся на специальных тренажёрах. Этот имитирует работу автомобиля обеспечения боевого дежурства. На мониторах видно, как движется транспорт, что происходит в кабине водителя. Можно включить видеоусловия. Дождь, туман, снег, гололёт и так далее. Погода меняется одним нажатием кнопки. Водитель должен быстро реагировать на любую нештатную ситуацию. Впрочем, ракетный комплекс — это не только мобильная пусковая установка. Если техническая часть ЯРС — сплошная военная тайна, то из того, где и как живут солдаты на дежурстве, секреты не делают. Этот огромный тягач, он сопровождает баллистическую ракету. По сути, автономный жилой комплекс. Это настоящий дом на колёсах для боевого расчёта, находящегося на дежурстве. Здесь можно пообедать, вот столовая, и отдохнуть в жилом отсеке. Внешне очень напоминает купе поезда. В соседнем купе — кухня. Сегодня на обед борщ и тушёная капуста, которую готовят тут же. Можно приготовить пищу из расчёта более 20 человек. Со штатным поваром в холодильник, в котором можно хранить пищу. Новобранцы этого подразделения, скорее всего, будут служить на таких модернизированных комплексах. В ближайшее время в дивизию поступят ещё несколько установок ЯРС. А в будущем планируют военные. Этот комплекс станет основой ударной силы ракетных войск. Андрей Кузнецов, Алькин Завьялов, Елена Штоколова. Первый канал. Ивановская область. Алькин Завьялов, Елена Штоколова.